Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Феодору Павшеву Увещание первое Продолжение Многие безрассудные желали бы только избавиться от гиены Но я считаю гораздо тягчайшим гены наказанием не быть в той славе И тому, кто лишился ее думы должен оскорбеть не столько от гиенских мучений сколько лишений небесных благ ибо это одно и есть тягчайшее из всех наказаний ныне мы часто, видя царя со множеством копеносов входящих в царские чертоги посчитаем счастливыми приближенными к нему и участвующих с ним в разговоре, совете и прочей чести даже обладая множеством благ называем себя несчастными и нисколько не ценим этих благ взирая на славу окружающих царя хотя и знаем, что этот блеск обманчив и ненадежен по причине войн по причине козни и по причине зависти и помимо всего этого сам по себе не стоит никакого внимания а в отношении к царю Всего который обладает не частью земли но всем кругом земли или лучше сказать все сию объемлет дланию и небеса измеряет пядью носит все глаголом силы своей и пред которым все народы как ничто и как клюновение книга пророка Исаия 11.15 в отношении к этому царю уже ли мы не почтем крайним наказанием не быть включенными в тот лик который около него и рады будем если только избавимся от гиены что может быть жалче такой души этот царь не в запляшке белых мулов не на золотой колеснице не в порфире диадиме не так грядет судец землю ну как послушай пророка взывающих и говорящих об этом как людям возможно сказать один говорит грядет бог наш не в безмолвии пред ним огонь поедающий вокруг его сильная буря он призывает свыше неба и землю судить народ свой Псалом 49.3.4 Исаия присовокупляет и самое наказание нам в следующих словах вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью чтобы землю сделать пустыню истребить с нее грешников ее звезды небесные светилон не дают от себя света солнце меркнет при восходе своим и луна не сияет светом своим я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоуме гордых и уничтожу надменность притеснителей сделаю то что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота афирского для сего потрясу небо и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его Исайя 13 9 13 и еще окна говорит тогда побежавши тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму и кто выйдет из ямы попадет в петлю ибо окна с небесной высоты растворятся и основания земли потрясутся земля сокрушается земля распадается земля сильно потрясена шатается земля как пьяный и качается как колыбель и беззаконие тяготеет на ней она упадет и уже не станет и будет тот день посетит Господь воинство в исприне на высоте и царей земных на земле и будут собраны вместе как узники в ров и будут заключены в темницу и после многих дней будут наказаны книга пророка Исаия 24 глава 18-22 и Малахия согласно с этим говорит вот он идет говорит Господь Савов ах и кто выдержит день пришествия его и кто устоит когда он явится ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий и сядет переплавлять и очищать серебро и очистить цену флевия и переплавит их как золото и как серебро чтобы приносили жертву Господу в правде Малахия 3-23 и еще ибо вот придет день пылающий как печь тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома и попалют и грядущий день говорит Господь Савов так что не оставит у них ни корня ни ветвей Малахия 4-1 а муж желаний говорит видел я наконец что поставлены были престолы и восел ветхие днями одеяние на нем было бело как снег и волосы главы его как чистая волна престол его как пламя огня колеса его пылающий огонь огненная река выходила и проходила премь тыс тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли премьем судьи сели и раскрылись книги Даниила 7-9-10 потом немного ниже видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему и ему дана власть слава и царство чтобы все народы племена и языки служили ему владычество его владычество вечное которое не придет и царство его не разрушится вострепетал дух мой во мне Даниили в теле моем и видение головы моей смутили меня Даниила 7 13 15 тогда развернутся все врата сводов небесных а лучше сказать и само небо истребится небеса свернутся как свиток книжный Исайя 34 4 свертываясь как бы кожей покров какой-либо палатки чтобы измениться лучше тогда все исполнится изумление ужаса и трепета тогда и самих ангелов объемят великий страх и не только ангелов но и архангелов и престол и господство и начало и власти ибо поколеблются говорит Господь силу небесные Матфея 24 29 потому что от сослужителей их потребуется отчет здешней жизни если тогда когда один какой город бывает судим земными правителями трепещут все даже и находящиеся в ней опасности то когда вся вселенная будет судим таким судьею который не нуждается ни в свидетелях ни в обличителях но и без ней всех обнаружит и дела и слова и мысли и все как на картине покажет и самим грешником и не знающим возможно ли чтобы тогда не потряслась и не поколебалась всякая сила поистине если бы река огненная не текла и страшные ангелы не предстояли а только бы из собранных людей одни получали похвалу и прославление другие были отгоняемы с бесчестием чтобы не зреть слава Божией ибо ибо не будет взирать на величие Господа это было бы единственным наказанием то лишение таких благ немучительное или всякой гиены терзало бы души отверженные как великое это бедствие ныне невозможно изобразить словом а тогда мы ясно узнаем на деле но присоедините перед то еще наказание как люди не только терзаются стыдом без прикрытия с поникшим долу лицом но и влекутся по пути ведущему в огонь как они приближаются к самым местам мучения и предаются свирепым силам и терпят это в то время когда все делавшие добро и достойные достойные вечной жизни увенчиваются прославляются и поставляются пред престолом царя аминь продолжение следует хм-хм-хм-хм аминь